А сейчас с нами на прямой связи военный обозреватель, блогер, политический обозреватель Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте, вы нас слышите? Да, добрый вечер, слышу. Алексей, мы сейчас пытаемся разобраться в том, что на самом деле происходит в Сирии. Первый мой вопрос вам, как эксперту в этой области. Мы свидетели того, что разгар этого конфликта произошел после того, как в конце февраля был нанесен ракетный удар по колонии турецкой армии. Более 30 человек погибло и ситуация начала нагнетаться после этого. При этом всем, что Турция, что Россия не заинтересованы в том, чтобы отношения усугубились. На ваш взгляд, что это произошло? Провокация, недоразумение? Почему все так разгорелось? Ну, с формальной точки зрения, с точки зрения турецкой стороны, по крайней мере, так они ее обосновывают. Проасадовские силы, включая Россию, иранские прокси, нарушили сочинские соглашения 1917 года, которые заключили стороны конфликта, согласно которым линия разгораничения происходит 40 километров от границы Турции. И это примерно та линия, где сейчас выставлены турецкие обсервационные посты наблюдательные, которые давно находятся в глубоком тылу проасадовских войск. Потому что операцию они начали два месяца назад, 18 декабря. 28-го произошла эскалация. Но к моменту этой эскалации, кстати, было два удара. Один нанесли по конвою, а второй по пункту управления турецкой армией. И отсюда такие большие потери. И получается что? Что россияне, иранцы и сирийцы давно находятся за линией, о которой договорились все эти стороны, в Сочи. То есть турки находятся перед лицом чего? Что их партнеры, которым они там дороги, и экономически в том числе, нарушили мирное соглашение. Аналогия простая с Донбассом. Одна из сторон нарушила соглашение и ведет бои уже за 20-30 километров за линией разграничения, которая была установлена двумя Минсками. Примерно та же ситуация, я думаю, нашим зрителям будет так понять. И естественно, да. Да-да, продолжайте. Да, турецкое военное и политическое руководство начинают международные мероприятия, международного масштаба, которые призваны к тому, чтобы обеспечить выполнение этих соглашений. Вместо этого, что Асад продолжает заниматься геноцидом своего собственного народа, тот же нюанс в чем еще? Что в Идлибе живут тюрки этнические. Простыми словами, те же турки, которые остались со времен Османской империи. И это единокровные турки, ничем не отличаются от турок граждан Турецкой республики. Только они граждане Сирии. И Асад последовательно, годами занимается геноцидом этих людей. Турция не может позволить себе не вмешаться. Но это специфическое вмешательство с массой нюансов, скажем так, которые нужно отговаривать. Что интересно, конфликт уже идет, 9-й год, 15 марта будет 9 лет с того, как начался конфликт в Сирии. И до этого мы не наблюдали, чтобы Турция как-то активно принимала участие именно военными силами. То есть, да, все эти годы Турция, скажем, больше всех имеет проблемы с беженцами, больше всех экономические проблемы с этим связаны. Она поддерживает материально, гуманитарно провинции, которые находятся под авиаударами. То есть, вся помощь заключалась в этом. А вот что случилось, что Турция последние, как вы отметили, два месяца активизировала свои военные действия именно? С вашего разрешения я вас немного поправлю. Турция очень активно вмешивается в конфликт. Первое вмешательство было в 2015 году, операция была в 2016 году, ограниченная операция в 2017 году была, в 2018 году. Турки так или иначе там присутствуют постоянно. Ну, вот одна из самых громких операций, которая была до этого, называлась щит Ефрата. То есть, Эрдоган в чем заинтересован? Сделать по всей северной сирийской границе буферную зону. Где турецкое население, тюркоязычное, не будет подвергаться военной опасности. И которая будет компенсационным механизмом для перевода беженцев, которых действительно миллионы уже в Турции. Которые не по сильным социально-экономическим таким тяготой висят на турецкой экономике. Он хочет обеспечить неприкосновенность турецкой границы, возможность заниматься беженцами, переводя их на сирийскую территорию. Или организованно принимая на турецкой. И для того, чтобы что? Прекратился геноцид туркоязычного населения. Турецкая армия, военно-политическое руководство последовательно, минимум, крайние пять лет уже минимум проводят, в том числе, военные операции. Для этого они создали свою прокси-силу, которая состоит из граждан Сирии, тюрка-тюрков по национальности. Вооружили их и с помощью, такую гибридную войну ведет, турецких сил, специальных операций, турецкой артиллерии, некоторых общевойсковых частей, механизированных. Решает те задачи, которые они считают нужными. Надо отметить, что все эти задачи крайне скромные. Турки никогда не ставили до сих пор свои задачи, разгром села Асада, например. Только обеспечить вот эту полуполосу вдоль границы, в частности, и она была, кстати, договорена в Сочи. И два месяца назад начали не турки, начали Асад с россиянами. И вот касательно того, что как в дальнейшем будет ситуация развиваться, должна будет встреча пройти в Москве, где встретится президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин. Что собирается обсуждать на этой встрече президент Турции? Давайте послушаем небольшую его речь и продолжим. На встрече в Москве в четверг разом с Путином мы обговорим останні события. Я сподіваю, что мы достигнем перемирия, иначе мы пойдем на другие шаги и быстро найдем решение этой ситуации. Ну вот мы послушали, что Эрдоган говорит, что он пытается найти пути для того, чтобы с Россией не поссориться. Возможно ли то, что все-таки что-то пойдет не по плану и ссора все-таки произойдет? Ведь в последние годы мы были свидетелями многих ссор, которые, скажем так, портили отношения между Турцией и Россией. Ссора произошла давно, в 2015 году, символически она отзнаменовалась сбитием российского Су-24. После чего началась помидорная война, война туризма и так далее. Естественно, в начале этой передачи сказано, что Турция, Турецкая Республика и Российская Федерация имеют теснейшие экономические связи, и никто из сторон не заинтересован в эскалации. С другой стороны, ситуация в Идлибе и вообще на севере достигла квинтэссенции такой своей кульминации, что ее нужно решать так или иначе. И Эрдогану казалось, что он решил ее в Сочи. Оказывается, он не решил, и договоры с Россией традиционно не стоят бумаги, на которой они подписаны. Россияне системно нарушают. Почему это 157 населенных пунктов примерно взяли россияне за эти два месяца и сирийские войска? Почему они так успешны? Потому что де-факто в составе батальонных тактических групп и бригадных наступают российские войска. Сейчас поддержаны российскими военно-космическими силами. Поэтому наступление так успешно. И Эрдоган прекрасно понимает, что остановить Асада в Идлибе означает прямое боестолкновение с российскими войсками. Но его тоже можно проводить по-разному. Сейчас под турецкими ударами гибнут россияне. Но стороны тщательно делают вид, оба, как и под российскими ударами, кстати, турки, делают вид, что официальной войны и неофициальной между Турцией и Россией нет. Сражаются прокси-силы. А турецкая и российская стороны, не замечая друг друга, продолжают проводить политический переговор. Но Эрдоган опытный политик. Его он всесторонне обеспечивает свои инициативы и свои замыслы. То есть он провел полный цикл консультаций внутри НАТО, внутри ЕС. И в том числе с Россией. Для того, чтобы, если он придет к крайним мерам, никто не мог его упрекнуть в том, что он не попытался решить ситуацию с СИД. Сейчас очень многие упрекают Эрдогана и турецких военных, что после трех дней эскалации они снизили темп боевых действий очень сильно. А россияне, асадиты, наоборот, усилили. Мол, бьют ваших прокси, что же вы не вступаетесь? Молчит турецкая артиллерия, не очень сильно работают дроны, там очень снизилась активность. Но, насколько я понимаю, турецкие военные устроили и политическое руководство устроили россиянам и асаду демонстрацию. Они три дня показывали, что может быть, каков турецкий военный потенциал, если все-таки не удастся договориться военным путем. Не исключено, что вот эта встреча послезавтра, 5 числа в Кремле, будет последним предупреждением. И Эрдоган вообще будет говорить с Путиным языком ультиматумов. Потому что экономика экономикой, но здесь подключился еще один очень важный элемент. Элемент заключается в том, что турецкие военные, генералитет, уже не могут так просто спустить эту ситуацию. Потому что это вопросы военной чести, убито множество военных, начатые определенные военные усилия, они не реализованы. Никакое военное руководство не может позволить себе начать и не победить. Тем более турецкое. Со всей спецификой Ближнего Востока.